Нынешний зимний сезон для полевских картингистов можно без переувеличения назвать успешным. Да и в целом он оправдал ожидания большинства пилотов, тренеров и зрителей. Все семь этапов получились насыщенными, яркими и зрелищными. Кризис на картинге не действует. То есть адреналин картинга настолько высок, и наши пилоты, руководители команд настолько одержимы спортом, что вот, пожалуйста, даже вот теперь мы, честно говоря, один этап даже отменили. Есть в другой дисциплине на шипах. А тут, пожалуйста, есть наполняемость, есть скорость и решающий этап. Независимо от результата, некоторые уже, я знаю, есть победители чемпионата Серовской области. Но ребята все равно поехали. Все в форме, заключительный этап. Прекрасная погода, супер. В общекомандном зачете практически на протяжении всего зимнего сезона лигировал полевской метеор. А в личном первенстве в некоторых классах полевчане до последнего претендовали, если не на победу, то на призовые места. Поэтому перед заключительным этапом настроение у всех было весеннее и радужное. Благо и погода была под стать. Я бы сказал, что, в принципе, это везде одинаково. На Валопаевске, на льду, на пруду, это вот сейчас такая же погода у нас. Все растаяло и замерзло. То есть трудности здесь и дома есть, на трассе. Не технические, случайные неполадки, создавшиеся в течение заезда. Отметим, что самые маленькие пилоты, будущее полевского картинга, от гонки к гонке набираются опыта и чувствуют себя на трассе все увереннее, показывая хорошие результаты. Катя Шелихова, выступающая в классе «Кадет», признается, что хоть и довольна сезоном в целом, но заключительной гонкой не впечатлена. В итоге в общекомандном зачете «Метеор» финишировал первым, опередив на 520 очков сборную Пероуральска и Снежинска. На третьей строчке команда «Алопаевска». В личном переместке в классе «Супермини» Роман Власов в очередной раз финишировал первым и заслуженно победил по итогам всех семи этапов. В классе «Роке-120» Даниил Стахеев занял первое место на заключительном этапе, что позволило ему выиграть и весь сезон, невзирая на то, что на первом этапе в Реже он стал лишь одиннадцатым. Национальным Александр Виколов хоть и одержал победу на заключительном этапе, но до итогового первого места ему не хватило 12 заветных баллов, и он стал вторым. Его брат Валерий, выступающий в классе «Е», также стал победителем на заключительном этапе, но это не позволило ему добиться победы по итогам сезона. Поскольку лидер Иван Татаринов из Режа имел в своем активе такой отрыв, что на последний этап и вовсе не поехал. Закончился зимний сезон, и теперь все мысли уже о подготовке к летнему, где завоевать первое место по левчанам будет намного сложнее. Летом состав команды маленький, потому что взрослых классов у нас нет, пилотов, только национальный «Рокет-120», «Ротоксов» нет, много очков везут, все равно каждый класс везет очки в команду. Ну, будем заявлять команду все равно, в призах будем быть.